Солнечные лучи 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 С первого взгляда кажется, что Дериан идеально подходит, чтобы стать родным домом для ягуаров Это очень хороший знак, потому что мы видим, что в этом лесу не охотились Когда животные не пугливы, это значит, что с рождения они росли в среде, куда не заходили охотники Поэтому они не боятся, что люди могут причинить им вред Это рай Но иногда путь в рай лежит через сущий ад Защита природы – занятие не для слабаков и неженок Ведя практические исследования, на лучшие условия рассчитывать не приходится Нам сказали, что эта тропа не очень крутая Если бы мы пошли по другой, та была бы еще круче Это легкий путь 20 лет назад я бы с вами согласился Спустя три часа утомительной ходьбы, в условиях 38 градусной жары и соответствующей влажности Группа, наконец, находит первый крошечный признак того, что ягуарам, возможно, живется здесь неплохо Это щетина белогубого пекаря Да, у этого парня зоркий глаз найти черно-белую щетинку среди этой листвы Пекари – излюбленные добычей ягуаров Там, где в изобилии водятся эти дикие свиньи, где-то рядом должны быть и ягуары Но пекари странствуют стадами, и они сами по себе весьма грозный противник Они щелкают зубами Очень громко и очень страшно, предупреждая, чтобы к ним никто не приближался Ягуары к ним тоже не лезут Если им удается заранее почуять ягуара, они начинают щелкать зубами, и ягуар отступает Но ягуар отобедает Это лишь вопрос времени Тогда ягуар крадется за ними, он держится позади стада Он крадется, чтобы попытаться схватить отстающих Мышцы, масса которых достигает 135 килограмм, компактно собраны в теле длиной всего в 180 сантиметров Ягуар может в одно мгновение переключиться с подкарауливания на умерщвление добычи Рацион ягуаров составляет более 85 различных видов животных Благодаря мощному укусу и склонности подкарауливать добычу Большая кошка является одним из самых грозных хищников в джунглях и одним из самых неуловимых Не очень свежий след Да, не очень свежий Только лесная подстилка сообщает о том, что здесь есть ягуары След по краям сильно скруглен, когда след совсем свежий Если ягуар только что прошел здесь, след будет четким Но если ты видишь, что он сглажен, значит прошло уже, может быть, несколько дней Лес, испечренный следами, подтверждает первоначальную теорию Аллана Возможно, Дерриен на самом деле сокровище в ожерелье Посмотрите, какая красота Хорошие следы Похоже, здесь было несколько ягуаров разного возраста Подтверждение того, что здесь обитает процветающая популяция ягуаров Может оказать сильную поддержку коридору благодаря местоположению Дерриена Между Центральной и Южной Америкой Если мы хотим создать популяцию, где ягуары будут контактировать друг с другом Нам нужно спасти это звено Это звено нашего ожерелья Человек, пытающийся спасти ягуаров, любил животных еще когда мальчишкой рос в Нью-Йоркском районе Бруклин Но тогда животные спасали его В раннем детстве, сколько я себя помню, я не мог говорить Я очень, очень сильно заикался Такое заикание приводит к блокировке речи Я не мог вымолвить ни слова Я не то чтобы постоянно заикался Я просто ничего не мог сказать Просто ничего не мог сказать Поэтому в начальной школе, так как я был не такой, как все нормальные дети Меня каждый день в определенный час вызывали к доске Я стоял перед всем классом А потом меня перевели в специальный класс И все дети знали, что это за класс Это был класс, как все говорили, для умственно отсталых детей Что ж, как выяснилось, каким бы тяжелым ни было заикание Люди перестают заикаться в двух случаях Когда они поют и когда они общаются с животными И я обнаружил, что с маленькими домашними животными Но я ведь рос не в дикой среде, я рос в Нью-Йорке Так вот, у меня были зеленые черепашки, хомячки, хамелеоны Они умирали, мне приходилось покупать новых И у меня был маленький зверинец Я разговаривал с ними, только с ними я и мог говорить И я рассказывал им все Я рассказывал им, о чем я мечтаю, о чем я хочу заниматься Я говорил им, что люди такие глупые, потому что они считают меня глупым Все это я рассказывал животным Но у меня было очень тяжелое детство Печальное детство Я понял, что больше всего в этой жизни я хочу быть с животными Пытаться помогать им Потому что взрослее я осознавал, что животные, они, как я Заик и не способны вымолвить ни слова Эти живые существа хотели, чтобы их просто оставили в покое Чтобы им позволили жить своей жизнью А люди жестоко поступали с ними Люди убивали их Люди не понимали их И я подумал Вот что, если я снова обрету свой голос среди людей То я могу использовать его во благо животных Помогая дикой природе Алан дал себе зарок, который помог ему обрести голос В университете штата Теннесси Он получил докторскую степень по специальности Экология дикой природы Там Алан случайно познакомился с легендарным биологом-практиком Доктором Джорджем Шаллером Сотрудничая с Обществом по защите дикой природы Шаллер провел важнейшие исследования жизни горных горилл Больших кошек и панд Он помог создать образец действий по защите окружающей среды В 1982 году, во время посещения университета Теннесси Шаллер отправился вместе с молодым рабиновицем в поход по дымным горам В конце дня он просто пожелал мне удачи Мы расстались И я думал, что больше никогда не увижу Джорджа Шаллера Но у доктора Шаллера были иные планы насчет Аллана Я всегда искал крепких людей, которые любят быть на природе Которые хотят заниматься чем-то новым и интересным И я сказал себе Нам нужно больше изучать ягуаров Я подумал, что Аллан идеально подойдет для этой цели Потому что изучение дикой природы – это не работа Это миссия Подобно своим предшественникам, Джейн Гудолл и Дайан Фосси Аллан решил отправиться в джунгли в одиночку Его задача – понять малоизученное животное Его цель – дикий уголок земли, о котором чужаки практически ничего не знали Тропический лес, в бассейне реки Кокском, в Белизе Я отчетливо помню, что у меня была единственная мысль «Где этот Белиз?» И тогда я подумал, да какая разница, где он? И через секунду я сказал своему руководителю по научной работе Скажите ему «Да, я согласен» Это решение изменило ход всей его жизни и судьбу ягуаров Каждый день Аллан в течение многих часов шел по следам ягуаров Собирал помет и искал останки их добычи Я никогда в жизни не чувствовал себя таким живым, таким бодрым Я не нуждался в людском обществе, я не хотел быть с людьми Я хотел лишь быть на природе, ощущать, как меня наполняет энергия и мощь настоящего дикого мира Подпитывая во мне глубинную потребность быть цельной личностью Но работа продвигалась медленно, а кошки не показывались ему на глазах Аллан понял, что для изучения своих подопечных ему придется ловить их Он быстро научился полагаться на местные племена Майя, знающие все тайны джунглей По иронии судьбы, люди, когда-то охотившиеся на кошек, оказали неоценимую помощь в их спасении В следующие два года Аллан стремился разыскать больших кошек Со временем он поймал семь особей, снабдив каждую из них радиоошейником Устройством, которое помогло ему узнать о ягуарах то, что еще никому не удавалось выведать Но в своей работе Аллан прибегал к крайне противоречивым методам Я изучал животных, потому что я люблю их Потому что для меня они воплощение лучшего, что есть в мире Его настоящей красоты И я хотел защитить ее Но чтобы работать с такими животными, как ягуары, мне приходилось ловить их Вводить им успокоительные и надевать на них внушительного размера радиоошейники При том, что они могли и дальше вести свою жизнь Я создавал им трудности Я невольно чувствовал, что сам наградил их заиканием Но все это было не зря Исследования Аллана дали первую важную информацию о том, на кого охотятся ягуары в тропическом лесу И как они распоряжаются своими владениями Он узнал, что хотя границы владений больших кошек часто пересекаются Есть правила, устанавливающие кому, где можно ходить Ягуары помечают особые участки своей территории, рыхляя землю, разбрызгивая мочу И царапая соседние деревья, оставляя свою визитную карточку для других кошек Чтобы подчеркнуть сообщение своим запахом, они трутся щеками о стволы деревьев Открытия дались Аллану непросто Проведя много месяцев в суровых джунглях, он физически ослаб и постоянно болел Его тело истощило дизентерии Его измучили паразиты Но джунгли как с комбо, еще не окончательно разобрались с Алланом Тот день начался хорошо Мы с самолета следили за ягуарами с помощью рации Мы стали заходить на посадку и... Не успели мы коснуться земли, как резкий порыв ветра Катапульты перекинул самолет через половину нашей маленькой лесной взлетно-посадочной полосы Сработал зуммер заглохшего двигателя, до земли было около полуметра Мы до конца открыли дроссель, пытаясь снова взлететь Я видел панику в глазах Джона, и такой взгляд моего пилота меня совсем не радовал Я подумал, может быть мы выкарабкаемся И тут я услышал, как деревья скребут со дна самолета Джон начал кричать, мы проходим, мы проходим И тогда я понял, что мы не выкарабкаемся Подлинные кадры авиакатастрофы Нам повстречалось большое дерево Бум, и нам снесло крыло, начисто Когда самолет начал падать, я подумал Правда, пусть мое тело найдут, я не хочу, чтобы мои могилы были джунгли Когда самолет упал на землю, Алана выбросила через лобовое стекло, вперед головой Сначала я увидел, что я в каких-то сантиметрах от земли, а потом я увидел, что повсюду кровь У меня был сломан нос, полностью размышлена носовая перегородка Нос стал плоским, он был свернут на бок, и я с хрустом вправил его Все пассажиры пережили катастрофу Хотя Алан на протяжении многих лет страдал от изнуряющих головных болей Несмотря на предписание врача оставаться дома, Алан вскоре вернулся в джунгли и с новыми силами принялся за работу Но со временем тяготы жизни в Кокскомбе стали казаться слишком суровыми, а опасность чрезмерной Даже для Алана Джунгли постепенно брали верх над ним Я всегда чувствовал, будто я сражаюсь с джунглями, и что я побеждаю Но катастрофа помогла мне понять, что если я буду и дальше сражаться с джунглями Вместо того, чтобы подружиться с ними и стать их частью, сродниться с ними То я погибну, что эти джунгли прикончат меня до того, как я одержу победу Но что важнее, я познал реальность смерти Это меня изменило Изменило навсегда в очень важном смысле Изменилось мое отношение к жизни Потому что тогда жизнь была постоянно пронизана вероятностью смерти Еще больше отрезвили Алана реалии его труда За время его исследований, все кошки, которых он снабдил ошейниками, погибли или исчезли Двух застрелили охотники, три погибли по другим причинам Это стало подтверждением того, как хрупка кошачья жизнь в дикой среде Но все же смерть этих кошек была не напрасной На основании сенсационных исследований Алана Правительство Белиза объявило бассейн реки Кокскомп заповедником ягуаров В своем роде это был первый заповедник в мире Моей основной целью было сохранить убежище Хотя бы одну, если нет других Одну, невероятно прекрасную тихую гавань для ягуаров Которая стала бы домом не для людей, а для них Где они имели бы право быть, чтобы в первую очередь это был их дом А люди должны были бы заслужить право бывать в нем На территории почти в 400 квадратных километров Все великолепие девственного тропического леса Центральной Америки Находится под защитой, равно как и его сокровище Ягуар Будучи смертельно опасными сухопутными хищниками Ягуары также умеют добывать пищу в воде И хотя в этой среде они не так властны, как на суше Благодаря своему несравненному чувству момента и проворству Они редко остаются голодными Создание заповедника, где ягуары могли бы вести вольготную жизнь Помогло Аллану впервые ощутить, какую роль он мог бы сыграть в спасении других исчезающих видов животных Мальчик, едва умеющий говорить, превратился в грозного заступника кошек, попавших в беду Доктор Майк Фэй, защитник дикой природы Он находит крохотные уголки, которые еще существуют, где еще обитают дикие кошки, что весьма необычно, потому что им нужно много пространства И все же каким-то чудом он находит их и проявляет к ним такой интерес, что правительство начинает реагировать, люди начинают спонсировать проекты, появляются заповедники и осуществляется защита окружающей среды Аллан помог создать по всему миру шесть заповедников, которые занимают тысячи квадратных километров диких земель Он абсолютно одержимый человек, понимаете? Он не останавливается, он никого не слушает Он не успокаивается, получив пожертвование на 200 долларов Он идет до конца Такие люди, как Аллан, не думают о том, чтобы сдаться, даже если шансы миллион к одному В ходе своей глобальной кампании по спасению всех больших кошек, Аллан никогда не задумывался о более амбициозном проекте, чем коридор для игуаров Но теперь, когда его величайшая мечта близка к осуществлению, перед ним возникло самое трудное препятствие Около года назад у меня нашли рак Лейкоз Это, к счастью, это не острая форма лейкоза, это вялотекущая форма Она называется хронический лимфатический лейкоз Тем не менее, эта болезнь прогрессирует Она неизлечима Но она... Она развивается медленно Она может ускориться, может замедлиться Но часы тикают Чтобы следить за ходом болезни, раз в два месяца Аллан должен посещать нью-йоркскую клинику Слоан Кэттеринг Один из ведущих раковых центров в стране Когда приезжаешь на обследование Когда идешь от стоянки к больнице Когда заходишь в больницу, тяжелее всего Это ясное сознание того, что ты, больной человек, пришел туда, где каждый болен раком Здесь Аллан должен делать то, что ему приходится делать очень редко Терпеть и ждать Я никогда в своей жизни не имел дело с тем, во что я не мог поверить В любой ситуации мне удавалось убедить себя, что я смогу одержать над ней верх Это тяжело Это еще одно серьезное испытание в моей жизни Я пытаюсь убедить себя, что смогу победить болезнь, которую на данный момент не умеют лечить Отлично Пока о состоянии Аллана нельзя говорить с уверенностью Аллан не знает, что ждет его в будущем Но он предполагает, что завершать создание Ягуарового коридора Возможно, придется новому поколению исследователей Сейчас Аллан ищет новых бойцов для своей передовой так же, как он сам когда-то был призван на поле боя В моей жизни происходят перемены И теперь я считаю своим важнейшим вкладом Поиск молодых людей, питающих глубочайшую страсть Которая не позволяет им заниматься чем-то другим, кроме поиска диких уголков и защиты природы Сандра Кавальканти именно такой человек, как их и считал он Их объединяет убеждения и страсть к работе Сейчас Сандра стремится решить проблемы, с которыми сталкиваются большие кошки В бразильском национальном парке Пантанау Работа Аллана повлияла на мою работу Я прочитала его книгу и ощутила, как он любит свою работу и этих кошек Сандра познакомилась с Алланом вскоре после окончания колледжа Когда впервые прочитала его книгу «Ягуар» Я позвонила ему и сказала «Благодаря вашей книге я выучила английский язык» Также она выучила азы тяжкой практической работы Но не в джунглях, а среди фермерских угодий, где ягуарам угрожают люди с огнестрельным оружием Потенциально Пантанал является самым крупным сокровищем в ягуаровом коридоре Представляя собой 143 тысячи квадратных километров топий и болот Этот район бурлит дикой жизнью Также здесь обитают самые крупные ягуары в мире Но более 90% территории Пантанала находится в частном владении На фермерских полях пасется около 4 миллионов голов крупного рогатого скота Владельцы раньше мирятся с тем, что убийство ягуаров ежегодно обходится им в сотни тысяч долларов Десятилетиями здесь бытовало простое правило Лучшая кошка – это мертвая кошка Трудно сказать, действительно ли ягуары убивают столько скота Но без точных данных о том, где кошки охотятся и обитают Сандре будет трудно составить местных жителей изменить свое отношение к ним Я считаю, что ягуары и люди могут сосуществовать в Пантанале так же, как это было на протяжении многих лет Важно придумать, как это осуществить С помощью радиоошейников Сандра следит за пятью местными кошками Но старые ошейники предоставляют ограниченный объем данных А в такой среде она не знает, сколько протянут их аккумуляторы Она планирует заменить старые ошейники новыми со спутниковой связью Которые позволяют получать точные данные о местонахождении животных 12 раз в день Это ошейник, GPS-ошейник, сделанный для самца ягуара Он довольно крупный И ягуары здесь очень крупные Вес большого взрослого самца может достигать 80 килограмм Подвид ягуаров, обитающих в Пантанале, является одним из самых крупных Да, самцы ягуара очень сильны Выобразите себе размер шеи этого животного Вот такая она большая Из-за своего размера, силы и проворства Ягуары входят в число животных, наиболее трудных для изучения И наиболее опасных при их ловле Но если Сандра не поймает ягуара до того, как сядут аккумуляторы Ее работа еще более сложнится Чтобы облегчить повторную поимку животного Сара заручилась помощью местных охотников и их самых надежных спутников Собак Собаки идут по запаху кошки И Сандра ловит ее сигнал Пантанал Самая обширная заболоченная территория на планете Здесь очень красиво Но передвигаться в таких условиях невероятно трудно Пока одна команда продолжает работу на суше Сандра вместе со второй группой садится в лодку Надеясь помешать кошке перебраться на другой берег Я вижу, она опять движется Она рядом Сейчас собакам угрожает серьезная опасность Идя по запаху кошки, они углубляются в густой кустарник Где она может незаметно напасть на них В таком кустарнике кошке некуда деться Она попалась Но мы не можем ее увидеть Опасаясь того, что может случиться Они попытаются спугнуть ягуара Чтобы он вышел из кустов на чистое место Или собрался на дерево Где охотник сможет спокойно выпустить в него стрелу Но попытавшись спугнуть кошку Они могут спровоцировать ее Подвергнув собак еще большей опасности И тут раздается звук, которого Сандра боялась больше всего Она убила собаку Во время работы в джунглях Сандра очень остро переживает любую утрату Спустя мгновение Ягуар с разочаровывающей предсказуемостью Ускользает от преследователей Но он оставил след Пес охотника Девина Выжил в стычке с ягуаром Его покусали Боже Она укусила его Раз, два, три, четыре, пять раз Пять Вот здесь У нас была лодка Мы разделились на две группы Кошка попалась прямо между ними И мы все равно не смогли поймать ее Это удивительно Они созданы для жизни в такой среде обитания И мы имеем дело не с котятами Они большие и сильные Мы можем оказаться в очень опасной ситуации И даже при всем нашем оснащении Нам все равно очень трудно ловить их У Сандры больше не осталось времени для работы В сезон дождей оснащать ягуаров ошейниками Станет еще сложнее Меня многие спрашивают Зачем я изучаю этих кошек? Неужели я не могла изучать кого-нибудь попроще? То, что всегда у тебя перед глазами? Не знаю, эти животные очаровывают меня В период дождей В Пантанале выпадет 120 сантиметров осадков Наводнение продлится 6 месяцев В отличие от других кошек Ягуары прекрасно чувствуют себя в этой среде Они отлично плавают И немежко пересекают водоемы В особенности, если на другом берегу Есть потенциальный брачный партнер Ищущий самец Обнаруживает своеобразное приглашение Химический сигнал, оставленный самкой Рецепторы в пасте подсказывают ему Что скоро она будет готова спариться Биологи считают, что самки имеют преимущество При выборе брачного партнера Для самки Одним из способов поиска лучшего самца Может быть свирепое сопротивление Когда самка готова спариться Их соитие длится всего 9 секунд Но может повторяться до 100 раз в течение дня Будучи животными-одиночками Даже в период течки Ягуары недолго остаются вместе Возможно, это происходит неспроста Когда популяция ягуаров оказывается в изоляции Слишком часто случаи родственного спаривания Ягуаровый коридор Алана Позволит контактировать разным популяциям ягуаров От этого зависит выживание их вида Спустя полгода В Пантанале стихают дожди Хотя топи еще очень глубоки Сандера, спешащая раздать свои новые спутниковые ошейники Вновь идет по следу ягуара Собаки опять уловили запах Так что нам пора Спустя 7 изматывающих часов Выстрел разрывает тишину леса Сандра и ветеринар принимаются за работу Сандре редко удается контактировать с кошками Но ей придется быстро насладиться этим моментом Они немедленно наносят на глаза кошки увлажняющее вещество Под действием успокоительного кошка не моргает От этого ее роговицы могут пострадать Поэтому Сандра моргает за нее Она чувствует, что температура тела кошки повышается Если кошка перегреется, у нее может случиться тепловой удар Что чревато летальным исходом При более тщательном осмотре выясняется, что состояние кошки требует еще более пристального внимания Это самка Если судить по ее весу и другим признакам Она может быть беременна Я сужу по ее виду, по ее соскам Вот здесь Возможно, она беременна Так как исследователи считают, что самка беременна Они ввели ей дозу успокоительного меньше обычной Подвергая себя определенному риску Это нехорошо Теперь нужно удостовериться, что ее температура, пульс и дыхание в норме Затем мы отойдем от нее и позволим ей прийти в себя Сандра будет вознаграждена за свое упорство В следующем году данные ее новых спутниковых ошейников позволят ей сделать по крайней мере одно открытие Похоже, кошек, которых так ненавидят фермеры Тех кошек, которые кормятся только крупным рогатым скотом Просто не существует Тем не менее, хотя повадки кошек не соответствуют их зловещей репутации Они все же кормятся скотом Это вызывает проблемы всякий раз, как ягуаровый коридор должен пройти по частным фермерским владениям Также это может усложнить жизнь новорожденных ягуаров Беременная самка родила менее чем через три месяца после того, как ее снабдили ошейником Хотя величина ее помета неизвестна Биологи знают, что самка ягуара может родить до четырех детенышей Малыши, длина которых при рождении часто не превышает 40 сантиметров, появляются на свет слепыми В первые две недели их глаза открываются, и они начинают обследовать мир за пределами своего логова Детеныш кормится материнским молоком следующие несколько месяцев Пока его подготовка к роли главенствующего хищника джунглей не перейдет в серьезную фазу В возрасте полутора лет ему придется отправиться в Освояси, идя тропой, по которой его поведет природа Дома, со своей женой с Алисой и двумя детьми, Аллен должен сделать непростой выбор Из-за моей работы, и так как в детстве мне было очень трудно выражать свои чувства Я женился довольно-таки поздно Я познакомился со своей женой и женился только 40 лет А первый ребенок у меня родился, когда мне было 46 лет Теперь мне 49, у меня есть замечательный трехлетний сын и невероятно прекрасная дочь Ей сейчас годик И вот теперь я узнаю, что у меня лейкоз О своей работе я позабочусь, с ней я разберусь Мне будет намного труднее пытаться принять то, что это значит в смысле моих отношений с моими детьми и моей женой Это тяжело Мои дети открыли в моей жизни удивительный новый путь Они позволят мне пережить те вещи, о существовании которых я и не подозревал И чтобы быть честным со своими детьми, я должен быть честным с самим собой А это значит, что я должен быть в джунглях, помогать спасению диких животных Так я буду знать, что я человек Это настоящая психология Пытаться бороться с болезнью, которая, как тебе говорят, пока не влияет на тебя Но со временем она тебя убьет Это может случиться не скоро, а может и скоро Это скорее психологический поединок При любом недомогании или когда устаешь, начинаешь думать Вот и все Или количество белых кровяных телец увеличилось Или болезнь побеждает А это нехорошо Я просто надеюсь, что когда ему понадобится лечение Откроют что-нибудь такое, что может помочь Так что... Я знаю У тебя появляются проблемы Ты борешься с ними и живешь дальше А что еще остается? Спустя полтора года после постановки диагноза Алла возвращается туда, где началась его борьба Во имя спасения диких кошек Супружеская пара биологов Скотт Силвер и Линда Остро Продолжают в Кокскомбе работу, которую Аллан оставил почти 20 лет назад Ягуары пользуются этими звеньями И та территория, куда вы отправитесь Она замечательная Ее не исследовали Она оставалась нетронутой Это звено между Кокскомбом и другим огромным участком Становится жарко Скотт и Линда пытаются определить численность ягуаров На одном участке в Кокскомбе Где еще никогда не проводились исследования Эта территория граничит с другим заповедником Ключевым сменом в одном из самых зрелищных сокровищ выжерели С помощью устройства, именуемого фото-ловушкой Они могут фотографировать проходящую кошку одновременно с обеих сторон Пятнистый узор на шкуре ягуара уникален, как отпечаток пальца человека Не просто найти энтузиастов, которые всей душой хотят заниматься своим делом Которые переносят все трудности и говорят Это моя жизнь, несмотря ни на что Таких людей я и хочу найти Прекрасно Замечательно За два месяца камеры соберут убедительные доказательства изобилия ягуаров в этих местах Это поразительное подтверждение того, что этот район станет жизненно важным звеном коридора Вы думали, что это животное умрет? Я думал, что оно умрет И смотрите, какой живот Да, красиво Это хорошо Теперь жизнь идет вперед сама по себе Появляются новые люди, новые ягуары Теперь ее уже трудно будет сбить со своего курса Мы определили 11 животных на 145 квадратных километрах Это очень много Для Аллена это доказательство того, что первопроходческий труд, начатый им два десятилетия назад, по-прежнему приносит свои плоды Все в очень хорошей форме Взгляните Это самец Очень толстый самец Он мог растолстеть, лишь питаясь вкусными большими пекарей Это хорошие новости, не так ли? Хорошие новости для ягуаров, как с комби Я больше всего доволен тем, что теперь мы знаем Там, где нет людей Многие ягуары приносят потомство И бродят по своим владениям свободно Не боясь, что за следующим поворотом в них могут пальнуть из дробовика Это меня волнует и радует Тот факт, что это место стало столь удивительным сокровищем, согревает мое сердце Это меня успокаивает Так я могу спокойно спать по ночам Но теперь цель моей жизни заключается не только в спасении этих ягуаров Но и в спасении ягуаров, как вида Это возможно И мы этого добьемся Это произойдет Мы будем спасать ягуаров повсюду, где они обитают Подобно ягуарам, которых Аллен Рабиновец безустанно стремился понять и защитить Он привносит в эту битву свои колоссальные личные усилия Но что произойдет, если неукротимая сила Столкнется с непреодолимым испытанием Воину дикой природы еще предстоит написать эту главу в книге своей жизни Наверное, боги решили, что я слишком ловко справился с заиканием Теперь они решили поставить передо мной новую преграду Как я уже говорил Создавая заповедники и делая то, что я хочу делать Я не принимаю отказов Поверьте мне Я не собираюсь незаметно раствориться во мраке Я не смирюсь с этой болезнью Я справлюсь с ней Субтитры создавал DimaTorzok